Всем привет, дорогие друзья! Дела у меня очень неплохо идут в том плане, что я просто абстрагировался от новостей и конкретно занялся углубленно и ищу как бы новый способ по очистке кладовых монет. Да, мне сейчас в комментарии могут написать, чувак, ты что гонишь, пора зарывать клад. Действительно, я, если честно, уже даже местечок нашел, где, если что, буду зарывать, но пока еще не определился, что я там буду зарывать. Но пока, пользуясь окном возможности, в новостях вроде бы пока в районе Одессы все спокойно, и я тупо ищу новый способ по очистке монет. Сейчас попробую как-то вам объяснить смысл какой. Вот смотрите, видите блеск на монете? Вот такой вот легкий блеск. Вот, например, другая монета, здесь тоже есть блеск. Вот, он, в принципе, тоже, ну, скажем так, ну, вот, как бы, как бы вот так вот объяснить вам, блин, даже не знаю. Ну, все, кто на опыте, кто умеет чистить монеты, он понимает, наверное, скорее всего, о чем я сейчас говорю. Вот, вот, легкие остатки штемпельного блеска, но на монете справа они более ярко выражены. И при этом, получается, вот это вот, ну, есть как бы патина, да, и вот я пытаюсь сохранить вот это зеркало и максимально сохранить патину. И вот эти царапины, это все обиходные царапины, или после того, как поднимали сам клад, там, все это тоже, может быть, царапалось, знаете, как там варварские же обычно с монетами обращаются. Вот, здесь лучики штемпельного блеска на монете справа, да, сохранились. А вот на этой монете просто болото, целая куча, но здесь, сейчас попробую как-то, нет, не то нажал, сейчас, сейчас, вот здесь вот так вот я притемню и попробую как-то показать. Наверное, хреново видно, но, короче, там тоже вот есть какой-то вот фоновый блеск, и вот этот блеск я очень хочу сохранить. Вот, также, кстати, бегаю на почту, вот такие монетки цветные наборы, ссылка в описании, у кого еще нету, покупайте, потому что реально люди покупают. Очень крутая тема, набор цветных монет, ну, конечно, не в этих капсулах, но в этих капсулах смотрятся просто великолепно эти монеты. Я еще думаю, как бы мне, ну, у меня новая еще фишка, вот после того, как я закончу с очисткой новым способом, обязательно буду думать место хранения данных капсул, потому что я от этих капсул просто с ума скажу, они настолько крутые, аж не верятся. Пошла новость по пабликам насчет вот этой банкноты чешской, ну, мы уже обсудили эту тему, как бы хрен его знает. Банкнота красивая, но это не банкнота, это сувенирка. У нас есть Вадим Нумизмат, который делает потрясающие банкноты, мне кажется, он что-то поинтереснее сделает. Ну, пиар пошел, не знаю, может, после моего видео на ютубе, может, еще где-то, хрен его знает. Тираж 20 тысяч штук, цена 2000 гривен стартовая в Чехии. Ну, такое сомнительное удовольствие, я не знаю, мне больше всего нравится данный набор монет. Ну, не набор монет, а монета. Это американский инвестиционный орел, просто раскрасили, вроде бы как немцы это делают. И в красивом футляре. Была по предзаказу цена 90 евро, сейчас цена 100 евро на эту монету. Предзаказ типа закончился. Ну, знаете, тут, да, конечно, они расписывают, что желтые вот эти элементы, это сделано из золота. Ну, хрен его знает. Да я, блин, когда закончится война, я такое наделаю, что, поверьте мне, обзавидуются все. У нас будет такая красота, что мама не горюй. Главное, поскорее мир, и я устрою, блин, нумизматический, просто, как говорится, завалю вас идеями, а также всевозможными приколами, связанными с нумизматикой. То есть, все у нас будет замечательно в этом плане, не переживайте. Идеи у меня и фантазии до хрена, на всех хватит, как говорится. Сделаем красоту. Проекты очень серьезные. Главное, чтобы как-то этот мир наладился очень быстро, неожиданно для всех. Чтобы это было как вот начало войны, вот такое вот. Такое же и вот конец, чтобы был этой войны. Вот это будет праздник, просто офигенный праздник. И мы сразу с вами реально кайфанем. Так, ну и самое интересное, то есть, монет-новинок больше не будет в этом видео, но мы посмотрим, что у нас происходит на валютных колебаниях. Итак, серебро 24,55. В принципе, в пределах нормы, особых движений нету. Золото 1935, тоже, грубо говоря. Ну, золото чуть подороже пошло. Оно, ну, выше серебра идет золото, золото более актуальнее. Дальше, курс гривны к доллару 29,39. Еще и упал. Самое интересное. Ну, не для всех, но все же. Ох, нихера себе. 79,25. Я не знаю, что это такое. Может быть, это связано вот с этим, то, что я уже как-то вам показывал. Может быть, вот этот вот вариант. Они сами диктуют этот курс, да и все. Ну, вы помните, да, Туркменистан. Три с половиной моната официальный курс, а неофициальный 35 монат за 1 доллар. Вот может быть такой прикол. Так, что у нас там евро-доллар? 1,08. Ух ты, почти 1 к 1, что ли, получается. Ого, евро падает. Вы посмотрите, вот, вот, кто сейчас нехило себя чувствует. А ну-ка, где наши великобританцы? 1,30. Да, бакс, смотрите, отбивает все прямо. Все отбивает. Смотрите, на такой достаточно длинной дистанции. Давайте посмотрим. Да, вот, пожалуйста, бакс делает фунт. Бакс делает евро. Пожалуйста, вот, видите, бенефициар. Так, что у нас еще? Швейцарский франк. Тоже, пожалуйста, 0,93. Охереть. 1,07. Я в шоке, блин. Швейцарский франк. Был 1,12 почти. Посмотрите, как он рухнул к доллару. Просто красота. Санкции, санкции, доллар растет. Санкции, санкции, доллар растет. Мы страдаем. Так, что еще из интересного? Из интересного. Да хрен его знает, что еще из интересного. В следующем видео расскажу, может, что-нибудь интересное. Сейчас так просто, грубо говоря, напомнил о себе. Жив-здоров, все в порядке. Просто нереально занят. Поверьте мне, я такую конструкцию ваяю. У меня все сломалось вчера нахер. Сегодня все по новой начал пытаться строить. Потом в итоге переиграл. Все по-другому буду делать. Офигеть. Я такое, ну, вообще, кто-то бы из вас увидел, просто бы не поверил. Я тупо куча бабок сейчас трачу на то, чтобы научиться новому способу очистки монет. Вообще, можете в это поверить? Реально. Именно пошел, вот знаете, вот есть вот такой путь по прямой. А я пошел вот так вот, вот так вот, вот так вот, вокруг. И вот так вот, может быть, приду. И то, может быть, приду. А если не приду, но понимаете, какая ситуация? Вот я такой. Если я чувствую, что это должно сработать, значит, это должно сработать. Или я, как минимум, должен все сделать для того, чтобы это сработало. Если это не сработает, то я, по крайней мере, 100% знаю, что это не работает. Поэтому мне приходится извращаться. Просто жесть. У меня знакомые, ну, кто ни в теме, ни коллекционеры, они вообще в шоке. Говорят, ты что гонишь? Нахер ты на это тратишь деньги? Зачем ты этим занимаешься? Ну, они же не понимают, что это все реально деньги, потому что мне хочется отмыть классно монету, чтобы было все идеально. Для этого реально надо постараться очень сильно. Пишите, как у вас дела, дорогие друзья. Какие-то новости, может, интересные. Я там запорол в предыдущем каком-то видео по поводу НБУ, что я ссылку там не ту разместил. Да и хрен с ним, короче. Кому надо, тот нашел. Ну, что я могу сделать, блин? Запорол, так запорол. И не такое бывает. Главное, что я показал, а вы уже кому очень сильно хотелось проголосовать, я надеюсь, вы нашли, где можно проголосовать. Главное, что вы об этом узнали. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока.